Всем привет, друзья, с вами Валёк, и мы продолжаем играть в Майнкрафт в версии для PlayStation 4. И в предыдущей серии я обещал, что построю, точнее, обещал то, что будет скоро ферма золота в верхнем мире, вот, то есть в этом. И что нам понадобится для этой фермы? Понадобится море. Море, и ещё раз, море обсидиана. Правильно. И для этого я построю ферму. Как сказать, да не ферму, а генератор обсидиана, да? Всё просто. Вот, кстати, да, я уже задолбал своей фермой железо, ну, что поделать, надо же показать, вот, она более-менее работает, в игре я провожу время только, когда записываю, ну, ещё и немножко покапываю, так, чуть-чуть. Чтоб был ресурс. Так вот, я по генераторе, по генератору обсидианы сделаю отдельный туториум. И, кстати, туториумы для Майнкрафта будут выходить вне расписания, то бишь, в расписание по Майнкрафту входит только летсплей. Такие, как сейчас. И принцип работы генератора обсидиана совсем простой, это просто нам нужна вода, лава и куча редстоуна. Да у всех, по-любому, у всех, кто играет, вот такая вот ситуация, а то ещё даже и хуже. Ну, такая ситуация может быть и в блоках из редстоуна. Так вот, генерируется обсидиан с помощью редстоуна. И я буду делать довольно-таки громоздкую конструкцию, и, конечно, если мне хватит ресурсов, именно один проход, ну, срубаем, да, обсидиана, один портал. То есть, на портал у нас 10 обсидиана уходит. Собственно, я буду делать, чтобы генерировалось сразу 10 блоков обсидиана. Что же, осталось найти место, куда я его поставлю. Куда я его поставлю, я даже не знаю. Хо-хо. Вот так вот. И ресурсы у меня как код наплакал. Вообще почти ничего не осталось. Подвал, да, я когда-нибудь сделаю этот подвал. Обещаю. И станцию. Хе-хе, да дело. Так, где бы мне это всё наворотить, подруга мне скажешь. Собственно... А-а-а. Ху-ху-ху-ху. В высоту генератор недовольно-таки большой. Ещё бы вспомнить схемку. Нет, два блока мы... Четыре блока в ширину. Вроде высоту он где-то... Хотя можно частично в земле построить. О! Вот отличное место. Потом его... Главное украсить. Да? Есть здесь 10 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Значит. Хе-хе-хе. Цветочки срубаем. Дафига они не нужны. Здесь будет стоять генератор обсидиана. И что для этого надо в первую очередь? В первую очередь надо сделать... Такую конструкцию. И считаем отсюда 10 блоков. Раз, два, три. А, не, стоп. Мне ещё понадобится. Ещё. Вот так вот. Вот два рядов. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот край. Так. А, с этой стороны будет проходить провод. Значит. Здесь будет проходить вода. Так. Да. Да-да-да-да. Так. Факел вмешается. Я думаю, что я ниша не ошибусь. Главное вспомнить схему. Она, в принципе, не очень-то сложная. Вот так вот. И понадобится куча ведер воды для этого. А потом... Короче, 10 ведер воды и 10 ведер лавы. Всё просто. И, кстати, я думаю, я верну музыку вне ускоренного режима. Ведер нет. А ведра внизу есть, точно. По-любому есть. Да. Прямо 10 почти. Почти. Чуть больше. Я возьму ровно 10 ведер. Сейчас наберу воду у них и... И... А! Ещё надо сделать вот такую вот вещь. Вот эта канавка нужна для того, чтобы туда спускалась вода. Чтобы она не выливалась. Тупо. Так. Ей наберу воды. Все 10 ведер. Так. Довольно-таки большой выйдет. Генератор. Блин. В высоту не пойдёт. Придётся немножко перестроить. Я сейчас быстренько это всё срублю. В высоту. Мне крыша мешает дома. Не рассчитал, да. Не подрассчитал я немножко. Ну что поделать. Благо не сильно большая конструкция, поэтому можно её быстро снести. Так, 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 так. Ну и всё. Снёс. Нафиг. Буду строить тогда её возле забора. Итак, с края начнём. Раз, два, три, четыре. Блин. Четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Блин. Восемь. Девять. Десять. Это у нас с краю. Сейчас восстановлю всё как было. Опять фокера мешается. Потому что то, что ты душишься не делай. Ну вот, лишних блоков наставил. Ну вот, бывает тут. Не дружат пальцы иногда. Так, сюда, сюда. Сюда, сюда. Нет, нет, никуда. Вот сюда. Сюда, 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 сюда. Ну вот так вот идёт, да, примерно. Сначала выливаю воду. Протестирую. Главное не забыть. В принципе, как я и говорил, механизм очень простой. Прыщу вылетел воду тут. Чтоб поток соединился, просто оттуда черпать воду. А я взял всё водой. Всё ветром воды сделал. Ну, может, оно так и проще. Так, ещё три. О, нет. Не хочешь там бесконечный поток строится. Так. Ну, вот так вот, по-моему. Что теперь? Что теперь? Накрываем вот эту всю систему. Или не накрываем? Стоп. Накрываем. Это точно. Точно. Именно просто вот воду накрыть блоком надо, и всё. Делаю это вот так вот. Так. Это удалим. И нужно поставить здесь свет, пока какой-нибудь злостный монстр не появился. Ну, нафиг мне идти, блин. Сделаю так вокруг ещё немножко. А, ну здесь у меня уже... Нет. Не мешает. Отлично. Вот это мешает. Факел я поставлю здесь. Будет просто рядышком. У меня все строения просто на территории моего жилища. Иногда территория увеличивается в размер. Ну, допустим, там она там. Можно было её поближе поставить. И я не стал. И теперь нам нужно 10 поршней. Обычных, стандартных поршней. И, кстати, нужно ещё 10 ретрансляторов. Они нужны для того, чтобы сигналы не соединялись друг с другом, а шли именно в поршни. Ну, я более подробно расскажу об этом именно в туториале. Там всё по полочкам разложу. И туториал будет выложен, ну, может быть, сразу, может быть, через несколько дней после выхода этого видео. Если, конечно, видео набирает много лайков, то и, соответственно, туториал выйдет быстрее. И если, конечно же, в комментах напишут и я ничего не понял, расскажи мне в туториале. Всё просто. Туториал поможет. Так, теперь... Булыжник есть? Что-то... Железо. Железо-то надо всего-то... 10... 10... 10... 10 железа на 10 поршней. Так, а... Этот... Какого... Ретранслятора? Ретранслятор у нас делается... Ха... А, у меня есть, 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 есть. Этот ресурс тоже есть. Должен быть в печке. Не воронки. О, да. Полно. Просто полно. Так, взять красных факелов. Там, по-моему, 2... 20 факелов нужно. Так, отлично. 20 факелов есть. И прямо сейчас я их сделаю. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 десять. Ах ты! Почему не хватило? Или я что-то неправильно обсчитал? Ну ладно. Одного не хватило, ну и хрен бы с ним. Десять. Теперь поршня. Дерево. Что я и не взял, это дерево. Десять поршней. Значит, редстоун есть. Арчаг один. Для того, чтобы активировать систему и выключать ее. Так, с дерева, с деревом, все нормально. Дерево хватит. Теперь поршня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Отлично. Сразу спущусь в шахту. Не, не сразу спущусь в шахту. Что быстрее? Дойти до ближайшего источника лавы на поверхности или спуститься в шахту мою? Набрать там лавы и подняться. Так. Ну ладно, пока поставим саму систему из поршней и ретрансляторов. Поршни ставим. Ставим, ставим, ставим. Так, поскольку если в открытом положении поршни будут здесь. Окей. Да, все верно. Ставим право над водой. Да. Да, ё-моё. Буянит. Так, тут внезапно видеоклип обновился. Это я уже 15 минут беседую. Быстро время пролетело. Так. Раз, да? Хотя, что считать? Видно, их ровно 10. Вот так вот выглядит сия система. Рычаг я не взял, конечно же. Вот это вот, вот эти вот блоки можно... А хотя нет, нельзя. Плохо. И как тогда быть? Сносить забор? Ну, сейчас попробуем. Забор-то я снесу. И потом переставлю повыстю. Просто потом переставлю. Так. И вот сюда. Да что ты делаешь? Что-то я сегодня кашу прям по-черному. Ну да, всё верно. Вернее, не может быть. Ну, по-моему, через блок всё передастся. Должно передастся. Как ни крути. И вот тут неожиданно генератор увеличился. По размеру больше нет. Четыре. Да, пятый блок пошёл. Это больше, чем я рассчитывал на самом деле. Ну и правильно то, что я её сюда перенёс. И здесь точно так же. А здесь запах будет. Теперь. Схожу я за рычагом, который я так не взял. Ну, просто нельзя. Ну, что теперь? Рычаг как раз один. Хотя должно быть больше. Я помню, больше делал рычагов. Да, я немножко скучновато говорю. Что поделать? Так. Так. Вот сигнал идёт правильно. И это самое главное. Теперь главное решить, с какой стороны поставить рычаг. Идти, наверное, будет с этой стороны. Кстати, у консольной версии могут быть вот с этим проблемы. Сейчас как раз я испытаю. Рычаг. Нет. Вот так вот. И сюда рычаг. Так. Не, проблем нет. А были проблемы именно с первым пшеницей. Если рядом сигнал проходит, он не срабатывал. Либо срабатывал неправильно. Теперь, что надо сделать. Надо сделать такую вещь. Такую вещь. Там будет наверху лавы. И отсюда мы просто выкапываем нужный нам ресурс. Да, я делаю из самого простого материала. Самого дешёвого. Самого доступного. Короче, самого-самого. Здесь делаем ванночку для лавы. Кстати, переборщик. Чего дёртся. Прямо над проёмчиком делаем. Так, чтобы не упасть. Это лишнее. Так. Да, что-то. Систему я саму оставлю пока голую. Может, я её разберу по ненадобности, да? Ну вот, в принципе, вот. В принципе, всё. Осталось вылить в лаву. Я думаю, сходим вот так до ближайшего источника лавы. Пешочком. Где-то тут рядышком был. Кстати, надеюсь, на скорый стрим будет очень скоро. И, наверное, там будет обещанная игра. Я одному из подписчиков обещал, что скоро. Я надеюсь, всё удастся и в моих планах и покажу эту игроку на стриме. Так, где-то тут был. Ну и если что, можно и Minecraft постринит. Как раз саму постройку фермы. Золото. Ферма тоже довольно-таки несложная. Очень легко она делается. Куча порталов. Ну, просто большая куча. И потом просто делается стандартная убивалка для момов. И всё. Ну, и осталось самой малости. Это видео будет без ускорений. Потому что здесь мы с вами много общаемся. Да и объясняю я по пути много чего. Поэтому, наверное, такой серьёзней. Серьёзней. Когда я объясняю, я серьёзней. Вот, какая у меня тут шахта есть. Лес я... Кстати, лес надо восстановить. А то я... Всё, что осталось от леса. Добыча не... Для чего-то недавно дерево нужно было. А, для кучи дверей. И я кучу леса вырубил. Ну, конечно же, там дерево осталось у меня в запасе. Но надо восстановить ресурс возобновляемый. Так. Рычаг я, в принципе, и обойдусь. И сделаю далеко. Так, какая слава. Два лава. Куда-то... А, всё, я уже испугался, что она не туда вылилась. Так. Сейчас я это всё выкину. И тебя выкину тоже. Так. Трила. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну вот. Давайте протестируем. Что же оно, собственно, будет. Кстати, будет ли работать как генератор булыжника. Нет, не будет. Не будет. Мимо выливаясь. Куча лавы. Так, а собственно, чтобы у нас она работала. Нужно много красной пыли. Просто стелим вот это. Я потушил воду. Пожар. 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 Блин. Дом горит. Так. Быстренько настройки хостера. И огонь не распространяется. Ну вот. Придется чинить дом. Я еще и не могу по-человечески. Просто. Наверное, от суеты. А в опасной близости от дома я поставил. Ну ничего. Это ж опыт. Так. Сейчас я верну инструменты все на место. Только потом. Енты, енты, енты. А раскопать надо воду. Вот, собственно, и генератор булыжника. Только с вылетом лавы. Ну, булыжника и так много. Можно накопать внизу. Там. Будет до хрена. И, кстати, скоро будет постройка отрубал провода. Прямо уже. Вглубь шахты. По горизонтали. А то мне очень далеко приходится бежать. Транспортер. Вот. Вот. Отлично. Все. Генератор обсидиана работает. Просто стоим и копаем. Конечно, кирку бы поэффективнее. Ней. Это что? Куда она упрыгнула? Так, я еще. Вот берешь эффективную кирку, а тут же он ломает другой блок. Это надо как-нибудь аккуратно делать. Верни мне мой обсидиан. Ну, сколько там блоков? Завалялся. Блин. Не ползет нифига. Ну, в крайнем случае, вот можно сломать и просто зайти и забрать все блоки. Совершенно простая. Простой механизм. И вот я сделал чисто на один портал. Вот так, краешком. С местом для портала я еще не определился. Где он будет? Хрен его знает. Вы можете, кстати, более определить место. Мне написать в комментариях, где бы мне его построить. Ну, а рядом с моей территорией. Я думаю, все видели. Мои территорию есть. И фотографии, по-моему. Фотографии. Скриншот. Скриншот. Даже это того и той же самой. Фоновое изображение паблика. Вот здесь места мало. Можно сделать прям в воде. Тут посередине. Да? Можно вот там, подальше сделать. Но лучше поближе к базе. Ну, к дому. Поэтому одно из мест вода. Здесь вода. Ну, конструкция будет довольно-таки высокая. Я ее даже, возможно, буду делать за несколько присестов. Хрен его знает. Хватит на ней сил скопать столько обсидиана. Где еще можно сделать? Где еще можно сделать? Предлагайте. Предлагайте, короче, свои варианты в комментариях. Я их посмотрю. И там мы уже определимся. Кстати, где еще один обсидиан? Опять плавает. Придется выкованить. Ну, вот единственный минус, что вот такая вот фигня случается. Но вот эта канавка вроде как обязательна. Конечно же, если мы поставим без канавки, вода будет выливаться прямо туда. И, собственно, все последствия ясны, я думаю. Ну, я думаю, на этом все. Я за кадром там пока не буду что-либо делать. Я буду выковрировать этот обсидиан мучительный долг. Хотя бы на первые, я думаю, 10 порталов. Я хочу не особо большую. Я приблизительно нарисую схему. Что я хочу. Чем больше она будет, тем эффективнее. Значит, нужно море-море обсидиана. Это несколько там стаков. Да. Ну и на этом я закончу. Серия была не длинной, зато информативной. Я думаю, она оказалась вам полезна. Тогда ставьте лайк, пишите комментарии. И всем, конечно же, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новые видео, если вы не подписаны. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok